Я давно не гуляла по Риму, и сегодня одновременно я захотела увидеть весь город. А это возможно только поднявшись на купол собора Святого Петра. Там панорамная площадка на 360 градусов. Давайте поднимемся на купол вместе. Я покажу купол и немного расскажу о его строительстве, покажу Рим с высоты купола, расскажу, как освещали собор Святого Петра до создания электричества, и в конце на несколько минут спустимся в сам собор Святого Петра. Там тоже расскажу интересные истории. Микеланджело же оставил здесь следы юности и старости. Пьета была выполнена молодым скульптором, когда Микеланджело было 22 года, и последняя его работа была в качестве архитектора. Микеланджело работал над возведением собора и купола. Его идея была создать двойной купол, один внешний, другой внутренний. Рассматривая с площади Святого Петра собор и купол, многие даже не подозревают, что он двойной. Поднимаясь на купол собора, мы как раз пройдем с вами между двух куполов. Стою в очереди, чтобы пройти рамку металлоискателя. Очередь небольшая и двигается быстро. Чтобы подняться на купол, надо после проверки рамки металлоискателя идти в сторону собора. И там по указателю свернуть направо. Цена билета на купол без лифта стоит 8 евро. Вам придется преодолеть 551 ступеньку. С лифтом 10 евро. Но не думайте, что лифт поднимет вас на самый верх купола. Он только сократит путь до 320 ступеней. Я поднялась на лифте. И теперь буду подниматься на купол в два этапа. Сначала на уровень барабана, где мы рассмотрим мозаику. А потом поднимемся на самый-самый верх. Перед тем, как начал работать Микеланджело, к тому времени уже существовал проект Браманты. Купол собора напоминал пантеон. После смерти Браманты работами по строительству собора руководил Рафаэль Санти, Бальдасаро Перуци, Антонио де Сангало-младший. Антонио де Сангало-младший создал деревянную модель собора. Она обошлась ему в 4800 золотых скуди. За эти деньги можно было построить настоящую церковь. И в 1546 году работами по строительству собора стал руководить Микеланджело. Проводились работы по возведению стен и купола. Микеланджело был вдохновлен и куполом Пантеона, и куполом Санта-Мария-дель-Фьори Брунолески. За три года уже пожилой 80-летний Микеланджело создает модель купола из дерева. Она-то и послужит будущим образцом для создания купола. Микеланджело умер в возрасте 89 лет. Это через три года после завершения модели. За это время он успел построить только барабан купола. После смерти Микеланджело работы по созданию купола на многие годы были остановлены. И только спустя 20 лет после смерти Микеланджело папа Сикс-Пятый поручает Джакумо де Лапорто и Доменико Фонтана завершить строительство купола. Заказчика всегда интересуют сроки выполнения заказа. И папа спросил, сколько по времени понадобится, чтобы завершить купол. Джакумо де Лапорто ответил, что ему понадобится 10 лет. На что папа ответил, даю вам три года. Был создан новый проект. Джакумо де Лапорто как мог старался придерживаться идеи Микеланджело. Над куполом работали 800 рабочих днем и ночью. Ночью работы проходили при свете факелов. И через 22 месяца купол был завершен. А выстрелы пушек из замка Святого Ангела объявили всему народу, что работы завершены. Внутренняя часть купола украшена мозаикой. Здесь изображены 96 фигур. Отец Небесный, Иоанн Хреститель, Богоматерь, 12 апостолов и ангелы. Купол стоит на четырех пилонах. Потом идет барабан купола. Он украшен мозаикой с изображением четырех евангелистов. И на барабане есть евангелийская надпись. Папа Римский, Климент VIII, посвятил завершение строительства купола славе Святого Петра и Сикста V, неутомимого предшественника Климента VIII. Здесь написано «Во славу Святого Петра и Папы Сикста V!» 1590 год, пятый год понтификата. На этом уровне можно рассмотреть удивительной красоты мозаику. Я буду показывать медленно, чтобы вы смогли рассмотреть. Ведь мы же никуда не торопимся. Мы находимся с вами на уровне барабана купола. Посмотрите, как высоко мы поднялись. Люди внизу в соборе такие маленькие. Внутренний диаметр купола почти 42 метра. И на противоположной стороне люди тоже кажутся маленькими. Мозаику можно рассмотреть не только вблизи, но и потрогать ее руками. И мы не упустим с вами этой возможности. На этот уровень купола мы зашли в одну дверь, а чтобы подняться выше нам надо выйти в другую дверь и идти вверх по указателю. Купол состоит из двух куполов, один внутри другого, один несущий, а другой как защитная оболочка от непогоды. И расположены они на расстоянии около одного метра друг от друга. Чтобы подняться на купол, надо пройти по спиральной дорожке, все время поднимаясь по ступенькам. С купола открываются прекрасные виды не только на Рим, но и в хорошую погоду можно рассмотреть альбанские холмы. А также с высоты можно рассмотреть сады Ватикана и музеи Ватикана. Еще 165 ступеней вверх, и мы выйдем на смотровую площадку купола. Здесь находятся самые узкие места лестницы. Слева у нас внешний купол, а справа внутренний. Местами здесь приходится подниматься даже с наклоном. Последний рывок, и мы на куполе собора Святого Христа. Собор строили 120 лет, и только через 120 лет с момента закладки первого камня смогли осветить собор. Площадь Святого Петра была создана Бернини при правлении Папы Александра VII Киджи. С высоты купола очень хорошо видно колоннаду, которая отходит от церкви в виде рук Матери Церкви. Она обнимает всех, кто находится на площади. Чуть позже мы и на эту крышу спустимся. Видите, внизу там люди ходят. С высоты хорошо видны музеи Ватикана и даже дворик Шишки. Знаменитая Сикстинская капелла, где находятся фрески Микеланджело. Сотворение мира и страшный суд. Правительственный дворец Ватикана. А рядом находится самая маленькая железная дорога в мире. Железная дорога Ватикана. С начала строительства собора появилась фабрика Ди Сан-Пьетро. Так сказать, появилась организация, которая управляла всеми рабочими процессами по строительству. Она и до сих пор существует. Там зафиксировано, какие великие архитекторы и художники работали в соборе. Но давайте не будем забывать и про скромную тихую работу Сан-Пьетрини. В их задачу входило освещение собора и площади. Освещение огромного пространства с помощью свечей и факелов. Сегодня мы можем только представить, как люди радовались этой красоте. Увидеть собор в таком освещении. Сейчас с наступлением темноты базилика Святого Петра и площадь освещаются светодиодными фонарями. Но раньше, когда не было электрического света, чтобы осветить базилику, внутри использовали свечи, а снаружи базилика освещалась факелами. И только в особых случаях. В будние дни она была без подсветки. В день Святого Петра и Павла базилика всегда была покрыта тысячами факелов. И всё благодаря работе акробата в Сан-Пьетрини. Они спускались с купола с помощью верёвок и развешивали факелы от вершины купола до основания церкви. Собор Святого Петра искрился с наступлением темноты. Это привлекало ещё больше людей со всего мира. Последнее такое освещение и ручная установка факелов была в 1938 году. И с тех пор эта впечатляющая традиция никогда больше не повторялась. И осталась только в фильмах тех времён и на фотографиях. Очень удобно придумано. Наверх ведёт одна лестница, а вниз другая. И поэтому люди никогда не пересекаются и идут только в одном направлении. Купол был построен не сразу, а с перерывами. И, например, процесс работы должен был занимать больше времени. Но папа хотел быстрее возвести над собором купол и очень торопил Джакуму де Лапорта. И купол завершили не за 10 лет, а за 22 месяца. Естественно, это могло повлиять на устойчивость купола. Уже с первой половины 17 века на куполе появились трещины. С этим надо было что-то делать. Но кто же этим займётся? Папа Бенедикт XIV поручил Джованни Поленни, физику, учёному, способному одновременно с лёгкостью разбираться во многих науках, разработать проект работы над куполом. Многие не верили, что ремонт купола возможен. Но работы по укреплению купола завершились уже через 4 года. На барабане купола и на самом куполе установили 6 железных ободков. Так сказать, стянули купол и укрепили его. И всё это было сделано с точными математическими расчётами. Посмотрите, здесь очень хорошо видно, какой ступенчатый купол. Как и обещала, мы спустились на другой уровень собора. И здесь находится бюст Микеланджело, по проекту которого был построен купол собора Святого Петра. Шар, который венчает купол собора Святого Петра, выглядит как небольшая золотая сфера. Но на самом деле его диаметр 4 метра. И там одновременно могут находиться 20 человек. Священный шар символизирует Вселенную. В этот шар раньше можно было подняться по небольшой лестнице, а затем пройти внутрь шара через отверстие 80 сантиметров. В шаре есть 4 окна, откуда открываются потрясающие виды. Поговаривают, что папа Григорий XVI внутри шара устраивал фуршет для русского царя Николая I. Во время некоторых работ по очистке и реставрации золотого шара внутри него была обнаружена гравюра с подписью архитектора Джакума де Лапорта, который завершил строительство купола. В то время редко кто осмеливался оставлять подписи на работах. Наверху собора установлены громадные статуи. Их высота почти 6 метров. Это статуи Христа, Иоанна Крестителя и 11 апостолов. На этом уровне собора есть сувенирная лавка, где можно купить открытки и послать на родину, и бар, где можно перекусить. При входе в собор каждый может заметить на полу круг из красного порфира. Его перенесли сюда из старой церкви, которая была здесь. Там этот круг находился у главного алтаря. Длина собора почти 212 метров. В центре находится главный алтарь. Его украшает работа Бернини, балдахин высотой 29 метров. Когда купол был завершен, папа Павел V Боргези приказал архитектору Карло Модерно снести то, что осталось от старой базилики Константина. И расширить базилику. И уже позже Джан Лоренцо Бернини начал работать над внутренними работами. Он работал здесь с перерывами почти 50 лет. Купол собора Святого Петра опирается на 4 огромных пилона. В каждом пилоне в нише находится пятиметровая статуя святых. Один из пилонов украшает мраморной фигурой Ланги на работе Бернини. В руках Ланги на длинное копье. Он этим копьем пронзает бок распятого Христа, чтобы удостовериться, что Иисус мертв. Другой пилон украшает святой Андрей символом его мученической смерти иксообразным крестом. Фигура святой Вероники с платом, который она по преданию подала восходящему на Гольгофу Христу. Иисус промокнул пот, и на полотне остался его облик. Статуя императрицы Елены, матери Константина Великого. Она держит в руках крест, который привезла из Иерусалима. Давно я не показывала вам гербы, которые украшают балдахин. Это головы женщин и маски. Обойдя вокруг, можно заметить, как меняется лицо женщины от боли при родах. А затем после головы женщины появляется голова рожденного ребенка. Существует много легенд, объясняющих это, но самая популярная гласит, что у папы Урбана Восьмого была любимая племянница. Она вышла замуж и готовилась стать матерью. Но вот только беременность проходила очень тяжело, и все боялись, что жизнь матери под угрозой. Папа Урбан Восьмой пообещал, если племянница родит и пройдет все благополучно, он воздвигнет в центре собора огромный алтарь. Роды прошли благополучно, и папа заказал Бернине алтарь. Вот так Бернине показал появление ребенка на свет. Над куполом, под Балдахином и главным алтарем находится могила Святого Петра. За главным алтарем находится кафедра. Это еще один шедевр Джан-Лорен Субернини. Кафедра создана из позолоченной бронзы. Внутри монумента находится стул Святого Петра. Знаменитая бронзовая статуя Святого Петра, апостол восседает на троне, правой рукой благословит верующих, а в левой руке держит ключ от Царства Небесного. Существует поверье, если коснуться его правой ноги, то исполнится задуманное желание. За многие годы правая ступня настолько истерлась, что на ней уже неразличимы пальцы ноги. За статуей апостола кажется, что находится бархатная ткань. Нет, это мозаика. Знаменитая работа Микеланджело Пьета или «Оплакивание Христа». Она находится за пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1972 году один сумасшедший нанес ей 15 ударов молотком. Была повреждена левая рука, нос, левая века Девы Марии и нанесено много мелких повреждений. И сейчас рассматривать работу Микеланджело приходится на расстоянии. В соборе Святого Петра похоронены три женщины. Одна из них – королева Кристина Шведская. И всегда остается вопрос – почему? Хочу рассказать вам небольшую историю о жизни Кристины. У короля Густава II Адольфа и его супруги родилось трое детей. Однако ни один из них не дожил до года. И вскоре жена короля вновь носила под сердцем ребенка. Родители ждали мальчика-наследника. Но родилась девочка. Это наложило отпечаток на детство Кристины. Ее воспитывали как маленького мужчину. Строгая дисциплина и развлечение для мальчиков. Она занималась фехтованием, охотилась, упражнялась в стрельбе. И внешне Кристина была тоже похожа на юношу. Такое воспитание сделало ее женщиной, которую больше боялись, чем любили. Она не хотела выходить замуж, отказалась от короны и приняла католичество. Она оставила трон ради свободы. В Рим Кристина въехала на белом коне под именем Мария Александра, которую она взяла, приняв католическую веру. Ее встречал папа Александр VII. Говорят, что при встрече с папой она так сильно трясла ему руку, что папа был вынужден обратиться к врачу. Кристина поселилась сначала в Ватикане, а потом во дворце Форнези. И ее дворец был центром интриг, вечеринок и приключений. У нее собирались лучшие художники, поэты и ученые. Ее круг общения был исключительно мужской. Женщин Кристина как-то недолюбливала. В кругу мужчин она все время блистала и обращала на себя внимание. Больше всего Кристина ошеломляла всех вокруг своим поведением. Позже поведение Кристины стало считаться непристойным и возмущало папу. На местах в церкви она вела себя очень развязанно. В кругу мужчин она все время блистала и обращала на себя внимание. Больше всего Кристина ошеломляла всех вокруг своим поведением. Позже поведение Кристины стало считаться непристойным и возмущала папу. Авантюры и любовные похождения королевы еще долго были главной темой разговоров. Эта женщина всегда была в центре запутанных событий. Кристину называли королевой Рима. Она вызывала у всех восхищение и любопытство. Скандал всю жизнь сопровождал ее. Она скончалась в возрасте 62 лет. Ее торжественно похоронили в соборе святого Петра. Перед смертью она заказала себе 20 тысяч мес для успокоения своей души. На этом наша небольшая прогулка по Риму и Ватикану заканчивается. Дорогие мои друзья, огромное вам спасибо за вашу обратную связь. Оказывается, мой канал смотрят во многих странах мира. Мне очень приятно. И в конце видео, как всегда, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok